Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, почему я все время раздражаюсь на любую мелочь своего парня. Беспричинная ревность к лайкам, слежка, контролю, еще ему не нравится, что я во время ссоры на улице постоянно убегаю от него, потом я начинаю об этом жалеть. Но когда на меня снова накатывает злость, я себя не контролирую, как это остановить, или с гормонами что-то не так, обычно это бывает козы, пмс, а бывает просто, ведь я очень его люблю, он меня тоже. Что со мной не так, у меня все время кажется, что мне любви не хватает, я женщина-абьюзер получаю в отношениях. Ну, на самом деле, здесь именно, что история про любовь, то есть история про то, что вам на самом деле, на самом деле вам не хватает любви, да, на самом деле. Вот, и вы, вот, боитесь, что вас это отберут, ну, например. Вот, и, соответственно, вы не любите себя. К моему большому сожалению, получается, вот, вы себя не любите и пытаетесь, ну, дополнить вот любовь. А, значит, через молодого человека пытаетесь дополнить, ну, пытаетесь добраться. Вот, только, вот, только у вас, конечно, это не получается, вот. И, в принципе, и не получится, но пока вы делаете так, и, в общем, в целом, ситуация, конечно, складывается весьма и весьма печально. Вот, но, есть, короче, новость, она заключается в том, что вы молодец, что оснаете это, вы молодец, что понимаете это. Вот. Ну, в смысле того, что вы понимаете в данном случае свою проблематику, вот, и, соответственно, нужно с ней работать. Ну, что такое нелюбовь к себе? В связи с ней, любовь к себе, это непринятие себя. Вы к себе что-то не принимаете, ну, вероятно, в частности, вот, пытаетесь, например, контролировать себя, по-видимому, довольно сильно. Пытаетесь себя, ну, в какие-то рамки зажимать, очевидно. Вот, так же, как и молодого человека, вот, очень сильно у вас, по-видимому, есть страх. Страх того, что вас бросят, страх того, что вы недостойны отношений, страх того, что вы останетесь одна, то есть, вероятно, вы боитесь, боитесь еще и одиночества. Вот. И, соответственно, все это, как-то вот, дает о себе. Так, вот, таким образом. Вот. Это, по крайней мере, то, что я могу вам сказать прямо сейчас, да? То есть, если мы не берем как-то вот, ну, если мы не берем в расчет какие-то нюансы, которые само собой могут быть, да? Нюансы какие-то. А, вот. Такая история. Такая история здесь. А, дальше. Злощица. Это про попытку, некую попытку себя сдерживать. То есть, ну, вы пытаетесь себя сдерживать, пытаетесь, вероятно, как-то вот не быть, не быть собой. Ну, вы пытаетесь, стараетесь не быть собой. Вот, у вас это само собой не получается, и в итоге злость уходит. Это проявляется вот в, ну, злость. Это, ну, на мой взгляд, более чем нормальная реакция, более чем адекватная реакция. Вот, как мне опять же, опять же видится. Нужно смотреть, нужно смотреть, что находится за этой злостью, да? Нужно смотреть на то, что, ну, словно говоря, вместе, вот, вместе с этой злостью у вас идет, вот, вот, что там находится. А, что там находится, да? Ну, вот. Соответственно, тогда будет плюс-минус понятно, что происходит с вами. Вот, у вас заниженная самоцинка, поскольку вы ревнуете. Вот. А, у вас приносились к контролю. То есть, ну, довольно, может быть, не очень. А, не очень, как-то, не очень хорошая у вас, эм... Ага, не очень хорошая у вас приносимость к... А, неопределенностью. То есть, вы, наверное, плохо, плохо достаточно приносить неопределенностью. Вот. И вы, чересчур, привязаны, вероятно, опять же, к своему молодому человеку, на мой, по крайней мере, скромный взгляд, вы находитесь с ним в слиянии. Вот. Вы находитесь с молодым человеком в слиянии. Этот процесс, он достаточно тревожный. Там у тебя в слиянии есть человек. А в известной степени способен полностью... полностью... полностью растворится. Человек растворяется в слиянии. Ну, вот. Он, на самом... Он, ну, на самом... На самом деле... Полностью растворяется в слиянии. Вот. И... Не чувствует... Себя. Эм... Такой... Ну, такой... Такой человек, к сожалению. Вот. Поэтому отдельным пунктом... Отдельным пунктом... Вот. Идёт именно история об этом. История об этом, что... Вы к себе не уверены. История об этом, что вы... Как-то вот к себе относитесь, мягко говоря, не слишком хорошо. Вот. И... Вы... Значит... Подозреваете, что вы хуже всех. Вот. Опять же такая история. И сейчас у вас есть агрессия. Агрессия может быть, в принципе... Как-то... Нацелено... Ну, нацелено как-то, да. А... На вас... То есть, вы... Ну, то есть, вы можете вот... Как-то... Как-то... На себя... Иметь агрессию, да. То... Ну, да то, допустим. Допустим. Что вы плохо, к примеру, себя ведёте. Да? То есть, вот, вы... Не хотите себя... Не хотите себя... Там... К примеру... А... Как-то... Как-то вести, да? Ну, вы себя... Тем не менее... А... Тем не менее, вы себя... Так... Так... Видёте... Ну, опять же, допустим. Вот... Э... За что вы себя... Э... Ну... Грабите... Например... Например... За что вы себя... Вечуете... Например... Например... Да? Вот... То есть, вариантов тут, на самом деле, довольно много. Выбирайте... Выбирайте... Так сказать... Из... Ну, выбирайте... Что больше нравится. Только... Ну, опять же... Момент в том, что... Э... Чтобы вы не выбрали, всё равно вам... Как-то вот... По-видимому... Будет плохо. Вот... Значит, что нужно... Во-первых... Эм... Эм... Увидеть... То, что... Сейчас вы пытаетесь... Жить... Э... Жизнью молодого человека. Не самой... Не своей жизни. Эм... Вот... Вы пытаетесь... Жить жизнью его. Вы пытаетесь... Эм... Как-то вот... Ну... На нём... Эм... На нём... За счёт него... А вот... Вы пытаетесь... Эм... Реализовывать... Сейчас... Эм... Само собой... Что... Это... Обречено на трава... Потому что... Эм... Эм... Ну... Реализоваться... Реализоваться... Как-то... За... Его счёт... Эм... Можно... Только если он будет находиться в... Эм... Под вашим... Ну... Полным... Так скажем... Контролем... Ну... А... Под вашим... Полным контролем... Молодочек... Находиться... Ну... Как-то не может... Да... Там ещё у него есть... Как-то вот... Ну... Своя жизнь... Вот... Соответственно... Он находится... В постаме тревога... Если вы... Внимательно... Посмотрите... На... То... Как вы... Устраиваете отношения... Если вы... Спросите... Себя... Сначала... О том... Что для... Что для меня... Эти отношения... То есть, что они... Ну... Что они для меня значат... Эти отношения... Вот... Если вы сейчас... Спросите... Спросите о себе... Себя... Об этом... Вот... То... В принципе... Вы заметите... Вероятно... Заметите... Вот... Что отношения для вас... Очень-очень... Стали важны... Вот... То есть, ну, то вы все в них, ну, в этих отношениях, по сути, по сути. И, 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 первое, что вам нужно сделать, это снижать значимость и ценность отношений. Для себя. И именно, 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 именно снижать значимость отношений. Причем, заметьте, да, я говорю снижать. Вот, я не говорю обесценивать, вот, ни в коем случае. Про обесценивание речи не идет, лишь идет именно о снижении вашего смысла. То есть, чтобы у вас помимо, ну, помимо отношений, да, было что-то еще. Вот. То вы сейчас отожгли, у вас были еще какие-то интересные, увлечения там и так далее. Вот. А сейчас, как вы, ну, как вы, я надеюсь, понимаете, да, сейчас ничего этого не, сейчас этого ничего не происходит. Вот. Вот. Сейчас вы просто отворяете. Сейчас вы просто отворяете. Вот. в этих отношениях. Вот. По сути. И все. Вот. Поэтому, само собой, само собой, с этим нужно, с этим нужно работать. И тогда у вас, по-видимому, как-то вот, все, ну, потихонечку будет на вас. На вас. Вот. Вот. Это очень такой важный момент. А, значит, вы пишете следующее, значит, я себя не контролирую, как их остановить. Вот, понимаете, да, останавливать это не нужно. Вы не поверите, да, но останавливать это не нужно. Эти эмоции, это, то есть волнует. На самом деле. Но. Вы не очень, не очень, не очень, понимаете, сейчас, что за этим следует. Вот. Вот. То есть, вы не очень надо от себя учесть, что это такое. Что это. Вот. С этим нужно разобраться. То есть, внутрь. То есть, вам нужно увидеть, что это такое. Что это такое. Верю, вам нужен, как раз специалист. Да. Специалист, вам нужен психолог. Вот. Чтобы вы как-то смогли в этом разобраться, что это происходит. Ну, и все. То самое касается, в принципе, молодого человека. Да. То есть, если он считает то, что есть проблемы у вас. Например. А, допустим, да, если он считает, что есть какие-то трудности, он считает, что есть сложности, то то же самое. То же самое не нужно. Обратиться прямо вместе с вами к психологу и проработать все моменты. Вот. Много у вас огрыслей на себя. Вот. Но и страхов много. Ваших собственных конфликтов много. Противоречий много. Ваших. Именно ваших. Только ваши. Только ваши. Ага. И это мешает. Меньшает. Меньшает. Это мешает устраивать отношения. Само собой. По-другому никак. По-другому невозможно. По-другому нереально. Да. Вы пишите. Раздражаетесь. Это про раздражение. Это касается на личных границах. То есть, это про личные границы больше. Про ваши. То есть, вот их как-то личные границы я имею в виду. А. Все время. Ну. Все время. Нарушают. Вот. То есть. Ну. Как бы. Они нарушают. Лично. Эти. Играницы. Понимаете. Да. Вот. Вот. Ну. Молодой человек. Молодой человек. Как-то вот. Ведет себя. Как-то вот таким образом. Да. Ваши личные границы оказываются нарушены. Нарушены. Вот. Ну. Может быть вы их. Может быть вы их сами не замечаете. Да. Может вы не привыкли. Не привыкли. Как-то вот. О них. О них. О них. О них. Беспокоиться. Нужно. О них. Мне не беспокоиться. Нужно. Ну. Потому что. Если о них. Не беспокоиться. Да. То. Получается как раз. Вот. То что. Получается. Ну то есть. Не очень. Не очень хорошая сторона. К сожалению. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь. Что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен. обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с тобой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь, за помощью вам она пригодит.